В Стамбуле есть районы, которые находятся на стадии благоустройства или по каким-то причинам в районах не развито транспортное сообщение. Их немного, но они есть. Вот сегодня в видео расскажем про районы, которые мы бы пока не стали советовать для постоянного проживания, а тем более туристу. Пускай их облагородят, а потом уж и жить там нужно. Ты на канале Turkey Space, меня зовут Владимир. Я Алис. Погнали! Район Арнавуткёй находится на окраине северо-запада города. Живописный район на побережье Черного моря, где множество малоэтажных домов, деревянных домиков и особняков, храмов, имеются пляжные зоны, множество рыбных ресторанов. Здесь расположен новый аэропорт Инстамбул-Хавалимани. Аренда квартиры здесь невысока, но из-за близкого расположения аэропорта здесь очень шумно. По этой причине мы бы не стали селиться в этом районе. Район Эсен-Лер – густонаселенный район, где проживает около 460 тысяч человек. Преимущественно это представители рабочего класса. Район не сильно удобный для проживания ввиду низкой развитости социальной инфраструктуры. Единственное, что здесь есть, так это огромный автовокзал Эсен-Лер-Отагари, также известный под названием Буюк-Отагар. Самый большой в Турции терминал использует 324 платформы для ежедневных автобусных рейсов внутри страны. Также отсюда осуществляется международное автосообщение в страны ближнего зарубежья и Европы. Эти два района располагались в европейской части, а теперь перейдем к азиатской части. Район Картан. Район является развивающимся, но пока с социальной инфраструктурой здесь не все хорошо. Район только начали развивать и ведутся работы по благоустройству, озеленению и застройке жилыми комплексами. Здесь еще немного иностранцев, но в будущем район очень перспективный. Жилье пока здесь относительно недорогое. Власти города планируют превратить этот район в самую зеленую точку Стамбула. Когда озеленят, будет вообще изумительно, но пока нет. В нем проживают иностранцы, и в том числе и из России, но их не очень много было. Район Султан-Бейли. Земли района Султан-Бейли долгое время служили пристанищем для еврейских беженцев, бежавших от погромов и преследовавшихся в Российской империи. А в 1945 году сюда стали массово заселять переселенцев из Болгарии. В районе проживает много цыган и до сих пор много нелегальных построек. В районе много сельскохозяйственных земель, которые до сих пор активно используются. Часть района активно застроена жилыми комплексами и социальным благоустройством, а часть только в процессе. В районе слабо развита транспортная сеть, и для проживания это не самый удобный район. На самом деле, туда вот как только пересекаешь границу этого района, вот ты едешь, все зелено вокруг, красиво, как только пересек, сразу же какая-то выжженная дрова, засохшие деревья, вообще непонятно, что за дела. И цыгане во всем. Цыгане, да. По среде дороги сидят с детьми. Очень много, очень много цыган. В сельскохозяйственности, кстати, тоже очень много, очень много теплицы. Да, очень много теплиц. Идёшь вдоль автострады, а одни теплицы. Так даже вдоль трассы. Да, да, озеленение в виде помидоров. Из удобного, пожалуй, в этом районе только Гёши. Да, Гёши там замечательный, сотрудники там изумительные в этом, Гёши. Район Тузла находится в самой восточной части Стамбула, на мысе Мраморного моря, сразу за аэропортом Сабихи-Кикча. Малонаселённый, спокойный, с размеренной жизнью район. Архитектура представлена малоэтажными домами в европейском стиле XIX века. Здесь по-прежнему ведётся сельское хозяйство и рыбный промысел. Но основная деятельность округа – судостроение, поэтому здесь расположены многочисленные судоверфи и токи Тузлы. Из развлечений здесь прибрежный комплекс «Веопорт Марина». Это и пристань с шикарными яхтами, и торговая площадка для шоппинга, и огромный фудкорп – зона отдыха для детей и взрослых. Недвижимость в этом районе недорогая. Ввиду близкого расположения этого района прямо к аэропорту, выбирать этот район для постоянного проживания мы бы лично не стали, так как там очень шумно из-за летящих самолётов. Вот, как видите, не так уж много районов в Стамбуле, не сильно пригодных для комфортного проживания, потому что Стамбул активно благоустраивается, застраивается именно комфортным жильём и комфортным пребыванием внутри этого города. В скором времени можно надеяться, что эти районы тоже облагородят, и они будут также комфортабельны для полноценной, спокойной жизни как туриста, как иностранцев, так и местного населения. Мы уверены, что они в скором времени облагородятся. Подписывайся на канал, ставь лайки, если видео было полезным, задавай свои вопросы в комментариях, мы на них ответим. Обняли-подняли и немножечко хрустнили, чтобы было приятно. До свидания. Всем пока!